Друзья, совсем недавно мне на глаза попался довольно интересное видео об одном тоже довольно интересном проекте. Сейчас я вам покажу это видео и на всякий случай ссылку на него тоже оставлю, чтобы вы не думали, что это я сам придумывал, ну и смонтировал или еще что-то такое сделал. Так как видео на английском, а я думаю не все знают английский, то вот о чем тут речь. Внимание искатели приключений и цифровых сокровищ. Вы когда-нибудь мечтали о поиске сокровищ в современном мире? Что если бы я вам сказал, что самые захватывающие сокровища нашего времени скрыты не на дне океана и не под землей, а в цифровом пространстве? Именно так мы говорим о биткоин кошельках, забытых или потерянных их владельцами, но все еще переполненных цифровым золотом. Представляем вашему вниманию L-Speed Praise Finder. Ваш личный цифровой детектор металлов, который поможет раскрыть тайны забытых биткоин кошельков. Что делает его особенным? Он использует передовые алгоритмы искусственного интеллекта для поиска и восстановления мнемонических фраз. Ключей к потерянным биткоин кошелькам способен анализировать огромные объемы данных, значительно сокращая время на поиск правильной seed фразы. Открывает доступ к потерянным кошелькам в виде биткоинов, которые вы даже не представляете, что могут быть найдены. Присоединяйтесь к нам на нашем YouTube канале и мы покажем вам все действия этого продукта. Увидите уникальный процесс поиска, который превращает мечты о цифровых сокровищах в реальность. В нашем последнем видео вы узнаете, как работает L-Speed и как он использует ИИ для обнаружения потерянных кошельков. Невероятные истории успеха и как обычные люди находили потерянные биткоин сокровища. Пошаговое руководство о том, как вы можете начать свой поиск и возможно обнаружить собственное цифровое золото. Не пропустите наше эксклюзивное видео и начните свое приключение по поиску сокровищ уже сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Money has always been the most crucial part of human lives from the older age in past to now in modern era of 20th century. Its forms changed from time to time but its value didn't ever dropped. In this modern era, one of money form is Bitcoin. If you've tried much to unlock the abandoned Bitcoin wallets but can't. And going to do this. Stop! AIC Phrase Finder has a best way to unlock abandoned Bitcoin wallets. Let's see how the program works. Это тема меня заинтересовала. И я думаю, что вполне может быть правдой. Но также же есть и другая сторона медали у криптовалюты. А именно о способах, вернее сказать, именно способы мошенничества, которые тоже довольно распространены. Ведь там, где есть деньги, всегда присутствуют мошенники. Я покопался в интернете и нашел для вас 8 самых таких, а может и не 8, ну в общем назовем так, 8 самых известных и распространенных способов мошенничества с криптовалютой. Поэтому вы пока жмите лайки, если эта тема для вас интересная. Ну а я составил небольшой конспект. Он у меня в данный момент перед глазами. И, как говорится, кратко, сестра таланта, кратко расскажу о каждой схеме. Первую схему можно назвать ваш пароль отчета, ну с какой-нибудь там крупной суммой денег, на которой она находится. То есть, как это все происходит. Вам приходит сообщение с логином и паролем от аккаунта на криптобирже, где хранится определенное количество денег. Ну и, соответственно, вы заходите. Ну а там вроде как действительно есть деньги. Но в чем же здесь подвох? А дело в том, чтобы вывести эти самые деньги, вам придется заплатить комиссию. Ну а помимо комиссии, никаких денег вам, соответственно, тоже не придет. Второй способ, можно его назвать, я Илон Маск, присылайте мне биткоины, я вам их удвою. То есть, какая-либо знаменитость обращается ко всем желающим, чтобы вы переводили какую-либо сумму в криптовалюте на определенный адрес. И вам их сразу же вернут и даже, возможно, в два раза больше. Конечно же, тут и так понятно, что никакого возврата денег вам не будет. А именем знаменитости прикрываются мошенники, которые, скорее всего, сгенерировали это видео благодаря искусственному интеллекту. Мы почти как банк, храните свою крипту у нас. Разработчики рекламируют виртуальный кошелек, на нем удобно хранить криптовалюты. На остаток начисляется процент, можно оплачивать покупки биткоинами через банковскую карту. И вроде бы все красиво и заманчиво, но на самом деле деньги не попадут в ваш кошелек, а деньги уйдут в неизвестном направлении. Принимаем биткоины в доверительное управление. Инвестору предлагают вложить биткоины, к примеру, на несколько лет, а взамен, под 60%, под 70%, под большие проценты, а взамен вам каждую неделю будет тоже какая-то определенная кругленькая сумма начисляться на счет. Но дело в том, что это финансовая пирамида, которая скорее всего рухнет через какое-то время. Вам действительно вначале будут начисляться какие-либо проценты, чтобы вы поверили, возможно привели друзей. И когда ваши друзья вкладываются, то есть с этих самых вложений, вам какая-то часть и переходит. Не майните сами, мы обо всем позаботимся. Этот стартап предлагает не майнить самим, а у них есть в дата-центрах мощное оборудование, есть гарантированная доходность и вы можете это оборудование, конечно же, арендовать, тем самым заработать свои биткоины. В чем же проблема? Конечно же никаких дата-центров не существует, а вывести что-либо у вас не получится. Удвойте крипту на биржах буквально за пару кликов. Создатели такой схемы заверяют, что они вас научат зарабатывать на перепродаже крипты. То есть покупать ее, к примеру, подешевле, перепродавать на дороже на другой бирже. Вот есть у них список бирж, там 20, 30, 40, 50. И есть какая-то программа, которая показывает, что, к примеру, биткоин на этой бирже стоит дешевле. И вы, если его купите, то на этой продадите подороже. То есть чем-то напоминает трейдинговую работу. И вроде ничего, вроде на самом деле это работает, но в действительности, чтобы вывести деньги, вам нужно будет заплатить налоги и заплатить комиссию. И на самом деле здесь мошенники не украдут, грубо говоря, ваши деньги, но они зарабатывают на комиссии и зарабатывают довольно неплохо. Вложитесь в новый токен, который скоро сильно вырастет. Определенный криптоэксперт в каком-нибудь телеграм-канале или еще где-то, у которого вроде бы большая аудитория и вроде телеграм-канал давно как бы работает, предлагает вам вложиться в какой-нибудь определенный криптопроект, который как только начнет торговаться на бирже, то, соответственно, будет прибыль хорошая. Прям в несколько раз свои денежки умножите. Но тут тоже есть подвух, токен принадлежит мошенникам и все деньги уйдут к ним на счета. Зарабатывайте криптовалюту, играя в веселую игру. Тоже наверняка видели такие рекламы и там огород посади или еще что-то и начисляют тебе криптовалюту и типа ты можешь это все легко вывести там буквально по 15-20 минут в день поиграв. Но да, действительно, деньги можно вывести, на самом деле это пирамида и чтобы вам вывести свои деньги, вам нужно привлечь друзей, которые тоже должны вложиться. Ну, соответственно, какую-то часть их денег вы получите. В принципе, это такие основные и распространенные темы. И вот когда я сейчас говорю, наверняка каждый думает, блин, да это же полная вата, как можно на такое попасться. Но я вас уверяю, на каждую из этих схем люди попадались, попадаются и будут попадаться. Ведь на самом деле, когда это все показывают, вам не кажется это ватой. Вы действительно верите. Это я потому что вкратце рассказал, но там же есть всевозможные прогревы, то есть как подогреть аудиторию, как это все раскачать и тому подобное. И здесь крутятся большие и большие бабки. Поэтому в первую очередь, если что-то для вас неизвестное, как бы нужно задуматься, нужно изучить эту тему. И уж потом спрашивать себя, а хочу ли я туда вложиться, а будет ли так все на самом деле просто. Ну и ко всему прочему, я придерживаюсь того мнения, что да, легкие деньги возможны. Деньги легко зарабатывать можно. Но это относится только к тому труду, который тебе лично по душе, тебе нравится. Ведь когда тебе какая-либо работа нравится, какое-то дело нравится, тебе же оно не кажется тяжелым. Ты легко его делаешь. И соответственно в этом случае, да, все получается легко, все получается просто. А так как тебе это дело нравится, которым ты занимаешься, ты стараешься в нем преуспеть и ты становишься действительно лучшим. А соответственно, если ты лучший, то и зарабатываешь больше. Поэтому да, есть способы, где действительно можно легко, просто и быстро заработать. Ну насчет быстро не знаю, но легко и просто. И это любимое твое дело. А в остальных случаях всегда лучше 10 раз подумать, 10 раз отмерить и 1 раз отрезать. Ведь в конце концов отрезать можно легко. А отрезаете вы что? Отрезаете вы свои денежки. В любом случае, благодарю за внимание. Всем спасибо. Всем пока.